Добрый день дорогие друзья любители шахмат всего мира русскоязычного интернета с вами говорит гроссмейстер алексей ермолинский вот здесь на ческом ru записываю я ролики с партиями турнира претендентов я работал посчастливилось мне работать вживую все семь дней туровых дней этого замечательного турнира который не знаю закончился или прервался но это обстоятельство еще покажут как что будет впереди никто не знает в общем все это было очень интересно ну вот задумал я как-то продолжить как-то отразить это может быть лучше в своих видео с коротеньких там по 15 17 может быть 20 минут надеюсь что вам это все дело нравится общем сегодня последняя записываю четвертые четвертый ролик про первые туры но и партия самая самая грандиозная самая драматическая самая длинная сложнейшая между анишем гири и я нам не помнишь чем даже не знаю как я смогу втиснуть в прокрустого ложе вот этих 20 минут но попробую давайте двигаться вперед тут вот что я скажу у них взаимоотношения интересное вот в прошлом году два раза так было что я хорошо стартовал в турнирах и шоу мил хорошее положение сначала это было в загребе когда играли гран честуру вот этот главный турнир все 12 играли потом такое же было в сент-войсе когда был сингфилд кап а вот оба раза в последнем туре надо же такое оба раза гири выигрывал не помнящего в общем здорово все испортил хотя объективно говоря ян уже и до этого успел подпортить себе турнирное положение предыдущими поражениями в общем груз груз давил но по этой партии как-то показалось что ян с этим делом хорошо справился началом пошел на этот теоретический вариант ну то есть это конечно выбор белых тоже с такой же степень как черных и пошла вот эта вот игра нот конь b5 ну все это было очень и очень популярно лет там мы не знаю 10 назад может быть 12 изучалось это все и там даже жертвовали пешку на f2 тут ферз а4 ходили в общем ли он араньян это играл но в итоге все пришло к тому как часто бывает что компьютеры доказали что там ничья кругом и даже карлсон на такое ничью попался играя белыми с домингосом ну вот они же пошел е3 но тоже ход известный теперь такой уж форсированной игры нет но не считалось что белых есть какое-либо преимущество это было все сыграно правильно значит здесь вообще на а4 ходить не надо кстати тут можно нарваться на такой хитрющий ход ладью то бить плохо на b2 теряется между прочим сама ниш так играл и выиграл партию у никита мишкова ну все он знал пошел h3 ян конечно тоже знал хотя после партии ян сказал что вот этого хода он никак не ожидал и действительно новинка ну до этого там как-то обычные играли ферз b3 что там было но это кстати многие знали не только не только ян то что-то особенно знать янешь примерно равны ну пойдут белые там наверно конь d6 шаг перейдут разноцвет но ничего особенного тут не происходит вот сыгран это было ладья c1 но в принципе яну пришлось подумать но действовал он очень принципиально он делал самые правильные ходы несмотря на то что противник как бы вел его по анализу но это единственный подход все равно нужно искать сильнейшие ходы и не думать о том ой там противник что-то приготовил чаще всего кстати берут на пушку просто то что эти варианты но наверное там белые раскопали но вроде бы хуже стоять не буду дай проверить что он там знает подобным методом кстати в этом же варианте но только когда отдавали на f2 как-то на камору выиграл у карякина партию ну даром можно сказать сергей что-то перепутал забыл ну и в общем проиграл здесь ян все сделал правильно хотя эти ходы не встречались но они удовольны все это напрашивается f6 все культурно здесь они же игра очень быстро он все это знал вот так вот он отдал целое качество но правда временно конечно очевидно что у белых возможности много главное вот на что мы с добром обратили внимание это ход g5 тут и ладья по линии аж работает отличные ферзь выходит на h5 в общем здесь нужно смотреть в оба ну сказать что белые здесь выигрывают нельзя вот можно сделать можно посмотреть вот такой вот но самый примитивный ход но отдали это качество назад но чтобы ферзь не был приколом к защите ладьи но и на это ну е5 ну хорошо что здесь у белых есть на самом деле белые должны делать ничью вечным шахом давать ферзь аж 5 ну там шахи и так далее еще больше они сделать не могут я кстати не хотел бы осуждать гири за такой выбор но в конечном счете первый тур надо войти в турнир как-то разогреться но почему не проверить противника ну хорошо будут сделаны эти ходу ничья ничего страшного турнир как тогда предполагалось еще 13 партий как выяснилось оставалось еще только шесть но здесь мне кажется я принял грандиозное решение я кстати агитировал за этот ход заход b4 не знаю как то он мне сразу внешне понравился вот этот ход которым черные борются за черные поля и ферзь открывается по пятому ряду то есть вот ну мне показалось что это хороший ход и я был очень доволен что я на вас сделал хотя у меня такая предательская мысль мелькнула что наверное я что-то зевнул как бы ян тоже не зевнул но тем не менее могучим ураганом было много чего посчитано тут и учтено вот такая позиция пришлось здесь о нишу задуматься очевидно что ход b4 он как-то всерьез не принимал своих анализ домашних здесь на основании для паники у него не было но разумеется надо было забрать на д5 но в конечном счете на что пешка на c2 на разбегу c3 разберемся с ней как-то тем более что если допустим черные пойдут слоны в 5 но отличный ход тогда просто слон д3 белым кстати это довольно выгодно в этой ситуации тут кстати нельзя кушать на д5 потому что ферзь аж 5 шаг на аппетиты придется умерить немножко так не получается сразу ну вот поэтому в общем здесь хорошо слоны в 5 неправильный ход добров сказал ну ян сто процентов заберет на а2 ну правильно это возможно было вполне мне кажется у белых абсолютно никакого риска нет ну можно конечно так пойти задержать эту пешку цену там ферзь выскакивает на h5 но объективно говоря у белых не лучше но наверное даже если h5 сыграют ну что тут можно найти кроме там вечного шаха как он вот так можно сыграть подготовить шах с b4 в общем у белых все нормально ну и у черных все нормально однако по какой-то причине все это не было сыграно и был сделан ход ферзь b1 который ну показался ну каким-то может быть второстепенным не то что второстепенным но какой-то вот ну не главный вроде бы это выбор хотя разумеется идея есть там забрать на h7 и так далее но я вцепился как-то в это дело вот он почувствовал ну наверное тяжелый период вот уже прошел в этой партии когда нужно было принимать решение как реагировать на новинку противника а сейчас уже они же подумал как следует значит мы уже в равных условиях а когда ян в равных условиях то он считает что у него лучше и может быть так уже есть на самом деле он нанес совершенно шикарный удар b5 замечательно просто тут главная идея вот чем что если берете тогда слон выходит ну там что получается невозможно бороться с этой пешкой c поэтому менять ферзей вообще нельзя на ферзи е6 там будет ферзи е7 а это тоже не лучше потому что на c5 не пойти если он же два шаха этот шах вообще ничего не дает ну в общем здесь здесь откровенно говоря скверная позиция но можно дальше там считать варианты но даже если белые забирают все вот это уж сколько кажется они забрали но радоваться то им нечему у них две лишние пешки очень плохая позиция получат сейчас шах ферзиом причем с а5 и придется сдаться но это все правильно конечно то есть здесь они же пришлось серьезно собраться поскольку видно было что после удара б5 позиция у него далеко не безопасно и он нашел хорошую очень идею взорвать центр разбить эту печечную цепь хотя и стоит он без двух пешек но в принципе вроде бы кажется успеет все отыграть и действительно так и случилось там были опять же какие-то нюансов которые вдаваться не буду но я думаю что они же судил что ну уж как-нибудь ну что там по три пешки вроде от связки я избавляюсь поскольку король черных там под шахом но последовал король же 7 и вдруг я даже сказал откуда не возьмись появились серьезные трудности но черные хотят пойти воде от со 8 вот и все надо ферзиом уходить вот сюда тогда напали ну там были какие-то варианты скажем можно было попробовать на б4 пойти на 4 но это можно было с б3 все то же самое тут вот чем беда наверное едва опасно ходить а если сюда тогда после хода слона черные угрожают ну то есть они связывают эту водю защищают свою а потом еще и добавят слон c6 просто выиграют качество в общем посмотрел они что на это дело решил нет это так не пойдет отдам я лучше ферзя построю крепость и сделаю ничью мы честно говоря думали я по крайней мере так думал ну сто процентов что ничья там уж куча позиций там и против и у ладьи то не просто выиграть с ферзиом а тут еще слон но все же вот три против двух против короля ведь план у черных только один скрывать позицию белого короля тогда сила черного ферзя возрастет просто в геометрической вообще пропорции ну вот так он и действовал h5 ну и здесь трудно было гири принять правильное решение время оставалось мало еще нужно было делать пять ходов то есть если держаться стойко до конца то надо держать защиту по четвертому ряду но тогда ведь так ну черные не собираются ходить е4 отдавать белой ладье поле f4 они собираются f5 и f4 играть и это может развалить всю конструкцию поэтому единственное здесь это вернуться своном немедленно здесь как-то f4 вроде бы сразу не работает поскольку ну там просто будет ход свон g2 да то есть все будет надежно ну черные могут подождать конечно с f4 подойти так ну ну как-то вот так держаться какие-то специалисты утверждали что это ничья ну конечно издалека кто знает может что-то померещится а может быть они же просто не заметил перевода слона на f1 в общем он пошел там куда-то ну вот когда такое дело начинается против сильнейшей фигуры противника то не жди добра здесь особенно ян который ну самый большой мастер игры ферзел что он в этой партии доказал вот он двинулся вперед достаточно ловко играли белые кстати нужно отметить что много хороших ходов было сделано в этой партии но вот здесь такой удар то есть пешка g3 убирается и черная пешка f начинает двигаться вперед ну контроль то был достигнут уже к этому моменту то есть и пройден то есть здесь было время у Аниши подумать и он решил слона отдать поскольку очевидно не знал что делать против угрозы f4 и f3 вот возникла такая позиция ну стали мы думать и гадать другие партии в принципе закончились уже и была у нас возможность с Владимиром Добровым как следует подумать значит первое до чего мы додумались это было то что вот эта позиция в принципе теоретически должна быть у белых проиграна ну несмотря на присутствие пешки h4 которая ну немножко запутывает ситуацию но в принципе ничья с пешкой на третьем ряду не держится поскольку черный ферзь может пройти вниз на поле f1 для этого надо поставить в цукцуванг белых что в принципе удается ну ладья g4 ну можно здесь по компьютеру пойти ладья е7 благодаря пешке на h4 что нет шаха ферзь g5 но это на самом деле неправильный защитительный метод потому что черный король просто пройдет двигать эту всю конструкцию вперед только хуже будет будет только больше места черному ферзю атаковать снизу и тогда материальные потери будут неизбежны пешкам все таки до седьмого ряда добежать не удастся ну хотя тут много можно копаться конечно здесь вам эти базы эншпильные выдают там мат в 67 ходов но это не значит что правило 50 ходов сработает очевидно ведь это ну по частям все будет сыграют ходов 30 одну пешку заберут потом еще там еще что-то заберут то есть это белому не поможет спастись ну вот здесь ну как это примерно выглядит да вот так вот и выглядит ну вот зашел этот ферзь ну все теперь как говорится белого короля вынули из этой коробочки ну ходов уже нет уже какой-то скажем цукцванга ферзь придет на h3 в общем одна из пешек будет потеряна остальное ну вот говоря о том вот мат 67 ходов да разве можно сыграть 67 компьютерных ходов но на самом деле можно потому что не обязательно делать даже самый правильный ход запас здесь есть шахматисту грамотному я уже не говоря о таком как ян непомощи ну понятно что происходит понятно куда двигать ну какие-то может быть какой вариант мог составить какие-то затруднения скажем король f1 ну тоже все это обрабатывается сначала сюда теперь королем сюда следующий этап ну поскольку на g1 шаха нет значит можно так пойти и на e3 ну вот и все делов-то все равно к той же позиции все придет безусловно ян бы с этим делом разобрался значит по этому поводу была выбрана другая система защиты и был сделан ход ладья g5 ладью мы кстати предполагали что так именно они же сыграют ладью на третий ряд пешка обязана оставаться на f2 только там есть ничьи и кстати признаюсь сразу по началу я вот до этого дела не не догнал что говорится я вот думал ну а что что такое может быть надо забрать пешку аж и смотрел на такой вариант предполагая что ну что потом будет я вот думал белые сыграют a3 да тогда ферзь придет сюда и потом план-то мне сам был известен за черных как тут действовать надо поставить ферзя на d3 поскольку бить его нельзя черные возьмут пешкой и приведут ее в ферзи вперед неприятельских но что меня сбивало с толку когда вот я смотрел на эту позицию мы смотрели с Володей как-то непонятно было ну так что с пешкой a3 то делать потому что ну по идее черные должны бить эту ладью и выигрывать пешку аж а тут пешка а какая а оказывается эту пешку можно забрать сначала поскольку король все равно достаточно близко стоит к пешке d если белые когда-либо возьмут на d3 для того чтобы провести ее в ферзи поэтому на a3 забирается ну а потом уже все автоматом но самое главное это мы забыли ведь в такой позиции белые могут могут обязаны сделать такой ход ключевой перевод короля если вообще король белых стоит на e2 или на e1 откуда его не высадить то нет идеи с ферзи d3 и вообще выигрыша нет здесь просто ничья которая еще там сто там с чем-то лет назад была каким-то теоретиком указана вот такая каша была у нас в голове но в голове у яна непомнящего никакой каши не было вы посмотрите какой он ход роскошный сделал он короля на e1 не пускает не пускает он пока вот так вот держится ну что это пешка но далеко ли она уйдет да и собственно говоря далеко не пройти угрозы на самом деле в позиции страшные это ход e3 как только пешка вот с f2 будет убрана черным пешка то своя не нужна они с ферзиом вот так выиграют соберут этот урожай по одной там это держать невозможно как только пешка убирается с поля f2 остальное дело техники поэтому пришлось так сыграть это скушали ну вот хотелось бы королем вырваться но на f1 то можно конечно прийти но на e1 уже тебя никто не пустит последует такой ход потом ферз d1 шах ну в общем и так далее поэтому единственная надежда осталась ванише это сохранить свою пешку ну вот как если бы он ее сразу двинул нарвался бы на fd5 скрытый шах грозит ну здесь уже ничего не выходит в общем-то даже здесь следующим же ходом можно забрать забрать пешку на h5 поскольку владея бьет e4 нельзя и за fg6 ну в общем выхода уже не было Аниш я думаю осознал что у него позиция проиграна то есть он сделал те ходы на которые он должен был сделать может быть это все было не идеально с компьютерной точки зрения но достаточно убедительно теперь пошел король пришел сюда опять же значит вот эта позиция была достигнута теперь белыми надо делать ход ну король df6 кстати это самая правильная клетка для короля не на f4 поскольку королем нужно теперь пытаться забрать пешку h ее забрать можно только королем если вы заберете пешку h ферзиуму пропустите белого короля через f1 на e2 это все было очень аккуратно исполнено ну h5 ходить бесполезно конечно потому что там просто король h6 и e3 ну вот так вот значит ферзь пришел на назад на b1 на любимое поле очень и очень грамотный ход f1 под контролем и пешка не висит поэтому забрали но опять же белые в цуксуанге не могут пускать черного ферзя на f1 поэтому никакого отрезания по линии g для черного короля не существует король вышел ну вот так вот но здесь пришлось сдаться поскольку ну что тут досматривать ладья g3 обойдет король сначала для этого ферзи стоит ну вот так вот ну а теперь можно и так для красоты ничего сделать нельзя придется сдаваться черные выиграли партию что и было официально оформлено на 73 ходу когда они же остановил часы ну партия совершенно эпическая фантастическая я кстати даже не заметил сколько я про нее разговаривал но надеюсь вам скучно не было ну и замечательный старт для для яны непомнящего все значит с первым туром я закончил у меня в принципе партия второго тура проанализирована но нужно немножко еще подработать и продолжу для вас записывать ролики впереди очень и очень много партий смотрите пожалуйста ческомру всегда к вашим услугам спасибо за внимание еще раз до свидания это был гроссмейстер Алексей Ермалицкий спасибо за субтитры спасибо за субтитры